Ребят, всем привет! С вами Гусева Татьяна. Я вам сейчас покажу, как создать свою ветку на сайте промо Фаберлик. Первое, что необходимо знать, это то, что ветки настраиваются тогда, когда у вас есть оплаченный заказ, вот 50 баллов. Поэтому оплатили заказик, зашли в раздел «Мои баллы», нажали «Перепроверить», нажимаете, ваши баллы сюда подтягиваются. Здесь не обращайте внимания, это я просто потому что повторно нажала. А так вы нажали, ваши баллы сюда подтягиваются и открывается функция настройки ветки. Если вы знаете, что вы 50 баллов оплатили, а здесь у вас они не подтягиваются, то вы не переживаете, идете к директору своей структуры и просите обновить отчет. Директор обновляет отчет, вы еще раз перепроверяете, ваши баллы тогда становятся на место и функция настройки ветки вам открывается. Дальше мы переходим в настройки. Через телефон интерфейс, в принципе, все то же самое. Настройки регистрации ветки. И тут нам необходимо подготовить номер регистрационного человека, под которого мы собираемся настроить нашу веточку. Мы зашли в личный кабинет «Фаберлик», открыли раздел «Моя структура», нашли лидера, под которого вы хотите настроить веточку. Вот, например, это будет у нас… Покровская Ирина. Я копирую ее номер консультанта, то есть ее персональный номер. Возвращаюсь в раздел «Ветки». И вот тут пониже у нас есть вот такой плюсик. Я нажимаю вот на этот плюсик, и открывается раздел, в котором мы создаем нашу ветку. Итак, первая графа – последний регистрационный номер. Сюда я вписываю тот номер, который я скопировала, и нажимаю на пустое место. Когда я нажала на пустое место, здесь внизу подтянулось имя владельца вот этого регистрационного номера. Если вдруг имя здесь его не подтянулось, это означает, что вы в чем-то ошиблись. В цифре, в пробеле, может быть, в личном. И нужно заново ввести сюда номер. Дальше, в разделе «Комментарий» здесь вы даете имя своей ветке. Называете ее как-то так, чтобы вы потом понимали, что это за ветка. Потому что последний регистрационный номер будет меняться. В зависимости от того, кто был последним в этой ветке зарегистрирован, он автоматически будет меняться. Поэтому в комментарии вы даете имя этой ветке. Если у меня идут регистрации в веточку, где лидер Покровская Ирина, то я, скорее всего, так ее назову. Ой, назову «Ветка Покровская 1». Потому что, мало ли, я потом захочу под нее настроить вторую ветку. Назвала ее «Ветка Покровская 1». Статус выбираем. Если мы хотим прямо сейчас начинать с этой ветки работать, мы оставляем «Активная» либо «Выключена», либо можем поставить пометку, что она там неисправна, если есть какие-то там трудности. Я оставляю «Активная», нажимаю «Сохранить». После этого в нашем разделе с ветками, здесь вот внизу, появляется вот эта вот веточка, которую я сейчас настроила. Здесь еще обратите внимание, что в этом разделе есть два видео. Первое видео здесь вшито, и второе – как создать вот эти вот ветки. Поэтому, если вдруг что-то в этих видео непонятно, то вы смотрите мое. Ну, либо наоборот, смотрите мое, а если непонятно, то смотрите эти. Итак, теперь нам нужно настроить саму ветку «Покровская». Ирина, да, первую веточку, которую я сделала. На что мы здесь тоже обращаем внимание? По функционалу. Здесь будет всегда показываться последний регистрационный номер, который в этой ветке. То есть, когда по ссылке в эту конкретную ветку пройдет регистрация, то этот номер здесь поменяется, и появится номер последнего человека, который зарегистрировался в эту ветку. То есть, понимаете смысл, да? Этот номер здесь будет меняться. Поэтому важно в названии указать, что за ветка. Чтобы вы знали, что это вообще, откуда она, под кого идет. Также здесь у нас есть карандашик. Это редактирование. И галочка зелененькая также обозначает ветка включена либо выключена. Мы можем сюда нажать, выключить, допустим, отключить ветку, если я не планирую больше в нее проводить регистрацию. Я нажимаю «Выключить» и на синенький квадратик. Все, ветка отключилась. Она теперь, видите, зачеркнута, красненький горит. И по тому же принципу я могу ее включить обратно. Нажимаю на синенький квадратик. Все, теперь ветка у меня зелененькая. Вот она горит. Также здесь есть ID номер ветки. Это персональный номер конкретно этой веточки. Для чего он нужен? Здесь у нас есть раздел ссылки. Открываю раздел ссылки. И тут пониже у нас есть вариант вот такой, когда у нас есть ссылка на конкретную ветку. То есть мы можем скопировать ее вот до сих пор, вот до этого слэша. И вместо номер ветки мы сюда прописываем ID номер той ветки, в которую мы собираемся создать ссылку. То есть мы взяли номер веточки и прописали. Это тоже очень такая удобная функция. То есть поняли, да, для чего этот ID номер нужен, ваши ветки. Дальше, что нам нужно сделать? То есть обратили внимание, запомнили, да, что у нас здесь есть. Что нужно сделать? Я нажимаю вот сюда вот на этот плюсик. Он открывает нам, скажем так, подвал этой ветки. И мне нужно сюда добавить страны, с которыми я буду работать. Я нажимаю на зелененький плюсик и на эту графу кликаю. И мне открывается список стран. И я начинаю добавлять все страны по одной. Вы можете, конечно, добавить только те страны, с которыми вы точно знаете, что будете работать. Нет смысла добавлять сразу все. Поэтому мы начинаем. Россия добавляем. Идем снова сюда. Немножко, это, конечно, муторно, долго. Но ничего. Еще Россия, потом Украина. Нет, Казахстан. Дальше Казахстан. Что у нас еще есть? Беларусь. Ну, сейчас не буду тратить время. По тому принципу вы добавляете сюда, выбирая те страны, с которыми вы будете работать. Беларусь, Молдовы, Кыргызстан, Таджикистан. Неопределена добавляете. Что тут у нас еще есть? Узбекистан можно добавить. Туркменистан добавляете. Турцию можно добавить. Ну, в общем, выбирать. Можете все сразу страны добавить. Потому что, чтобы потом, когда страны там, которые сейчас, например, Европа временно не работает, когда Европа вернется, для того, чтобы вы не забыли, и регистрации у вас снова пошли. Европа вернется, вы, например, европейцу дали ссылочку, а он не может по ней зарегистрироваться, а вы не помните, почему, как же так ссылка настроена. А потому что он, например, там из Германии, да, а у вас по этой ссылке нет страны Германии. Поэтому лучше, конечно, добавьте сразу все. Потратьте лишние пару минут, но добавьте. Все, например, да, так, Джикистан. Сохранить. Все, нажали сохранить. И вот она, наша веточка, в принципе, готова. В этой ветке у нас что есть? У нас есть ссылочки для принудительного выбора данной ветки. Поэтому у нас что? Что по-простому? Это означает, что вы, когда даете ссылку человеку, да, вот эту конкретную ссылку, да, одну из, то, регистрируясь по этой ссылочке, человек попадает именно вот в эту веточку. То есть, в принципе, вот она вся настройка, ничего здесь страшного, такого сложного нет. Плюс еще вот в эту ветку вы можете подключить, например, какого-то своего лидера. Здесь вы нажимаете на плюсик, копируете номер лидера, который зарегистрирован уже в этой ветке, вставляете сюда номер лидера, и тогда он тоже сможет работать с этой ссылкой, и ему в бот будут приходить тоже оповещения о регистрациях. В этой ссылочке он будет видеть, в этой веточке, да, он будет видеть. А так, в принципе, ну, наверное, это все. Что еще хотела сказать? А, еще хотела вот что сказать по поводу вот этого ID номера. Его, где мы еще можем использовать? Мы можем создавать, например, наборы, либо мы можем создавать какие-то свои промо-страницы, ну, и тоже к этой промо-страничке мы можем потом подключить номер, допустим, конкретной вот этой веточки, тогда регистрация с такого набора, либо с такой промо-страницы пойдет конкретно вот в эту ветку. Например, да, вот у меня здесь есть, а, нет, здесь у меня нет, другой личный кабинет. Ну, то есть, когда вы создаете набор, то точно так же будут такие ссылки, и вы, например, вот так вот, ссылочка на набор, и слэш, и номер ветки. То есть, вы можете сюда прописать номер ветки, и давать эту ссылочку на набор своим кандидатам на регистрацию, и они будут регистрироваться, и конкретно попадать именно вот в эту ветку. То есть, вот это очень удобно. Это вот такие вот некие конструкторы на промо-фаберлик. Это очень классно повышает конверсию и расширяет возможности работы. Так, в принципе, я вам все показала. Надеюсь, что было понятно. Там уж кому непонятно, пишите. Будем разбираться с вами дальше.